МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наверняка каждый присутствующий смог взять на вооружение, подчеркнуть какой-нибудь метод развития ребёнка. Более того, музыкальная терапия отлично подходит и родителям для самовосстановления, нормализации своего эмоционального фона, для улучшения самочувствия. Ведь в реалиях, когда внимание родителей постоянно находится в напряжении 24 на 7, иногда так важно просто дать себе возможность расслабиться, отключиться и восстановить свои силы. Очень сложно сохранять спокойствие и бодрость духа и веру в своего ребёнка постоянно, поэтому музыкальная терапия полезна также и взрослым. А сегодня с нами в центре также находятся двое музыкальных терапевтов, чьи имена вам уже хорошо знакомы. Уже продолжительное время они работают в Центре еврейской медицины БРДАВИД, делятся своими эффективными методами, опытом и ловко через музыку, открывая сердца как маленьких подопечных центра, так и уже взрослых людей. Это, конечно, Камиль Челаев. Прошу вас сюда, к нам. Это очень интересный человек, уникальный специалист. Прошу, садитесь. Прибыл к нам из Франции специально для того, чтобы присутствовать в этой конференции. Имя Камиля Челаева известно во всём мире. За этим именем стоит музыкант с мировым именем, дирижёр хора, оркестр, его авторская программа развития детей с помощью музыкальной терапии была использована во многих странах. В Центре БРДАВИД Камиль проводит музыкальную терапию выездными курсами. Пожалуйста, немножко поподробнее поделитесь с нами ещё раз своим опытом. Спасибо большое. Спасибо за приглашение. Спасибо профессору Давиду, доктору. И я очень оценил все, простите, предваряющие все выступления, которые были даны, потому что, по-моему, поставили очень высокую планку и сделали такой высокий, сильный. Меня слышно? Я хочу сказать вот что. Первое то, что я, к сожалению, не так часто могу сюда приезжать, потому что этот путь недальний, и последние годы он ещё был постоянно прерван барьером известной международной болезни, которая запрещала выезжать, въезжать и всё остальное. Мне удалось в этом году пробить этот барьер в самом начале года, когда он ещё стоял довольно плотно, и потом после этого ещё два раза сюда приехать. Вот я очень счастлив, что Давид меня пригласил в очередной раз. Но я не удовлетворён форматом, потому что это коротко каждый раз, потому что моя идея заключается в том, что нужно проводить время, его тратить время и наблюдать за тем, что делают дети, потому что сама идея – это не принимать их за аутистов. Может, потому что я сам аутист, потому что аутизм – вещь очень многослойная, есть, по крайней мере, три типа зависимости. Вы сами прекрасно знаете, что есть высокофункциональный аутизм и аспергер, потом есть средний аутизм, когда всё-таки вербальные дети, а дальше есть строгий аутизм, когда уже ребёнок, это видно любому невооружённому взгляду, его постоянное желание к повторяющимся жестам. Значит, надо просто… Моя так называемая методика возникла от идеи того, что нужно эти все жесты просто воспринять как некий танец, потому что музыка является танцем. То есть жест – это есть выражение бинарное, такое диалектическое выражение, потому что мы живём в этом бинарном мире диалектическом, мы живём между мужчинами и женщинами, дети – это плоды вот этого взаимоотношения, поэтому… Но они, каждый из них, он или один, или другой, значит, он в себя включает одновременно и своих обоих родителей, и ещё к тому же всю предысторию психологического своего рода, я не знаю, своей семьи, своего… То есть они… Надо их не принимать за… Я говорил с женой за дураков, за идиотов. Надо считать этих детей, надо за ними наблюдать. И существует два… То есть я согласен совершенно со всеми разговорами о том, как можно сделать, то есть ноу-хау, так называемое. Но меня интересует больше то, что можно назвать ноу-зад, то есть что… Надо знать что, о чём идёт речь, а не как это делать. Потому что как это, как бы, не… Уже все знают, потому что это надо делать, и создаётся вот один, другой, третий центр, этот потрясающе, великолепный центр. А как бы в чём заключается сама суть работы? Как можно вывести то, о чём говорил предыдущий оратор, вывести рутинную сольфеджио и музыкальное образование, и какие-то вот вывести их полностью в универсальный язык, то есть дать детям доступ к вибрации, к настоящей вибрации, не давать им изображения, цифрового отображения этой вибрации. То есть я, в принципе, стою за то, чтобы у детей был постоянный доступ к живым инструментам, к струнам, к флейтам, к палкам, к чему угодно. Вот. Но я хотел бы завтра поговорить немножко подольше, если, возможно, мне дали такую возможность. Вот. И я сделаю более широкое представление. Я просто хотел сказать, закончить моё выступление на одной такой довольно такой интересной ноте, которую у меня вчера, то есть сегодня я прилетел, да, вчера я прилетел. Это называется, это праксис красной метки. Это чтобы вы не удивлялись ничему, потому что вы оказываетесь, значит, с билетом, на котором стоит красная метка. Ну вот просто у меня билет, посадочный талон, и на нём стоит красная метка. Я думаю, и там стоят тысячи людей, нужно пройти, нужно что-то делать. Я не знаю, я не обратил внимание на неё. Потом мне вдруг кто-то, они всех пропускают, и опять идёт вот такая вот очередь, идёт вот такая очередь. И потом вдруг она видит мою красную метку и говорит, а, вот вы идите сюда. И она меня проводит впереди всей очереди, и самым первым номером говорит, вот вы, вот вас, вот вы идите туда, и вот вас сейчас будут обыскивать. Таким образом, я избежал много часов. Значит, я хотел сказать, что если на вас ставят красную метку, это не значит, что, да, понимаете? Значит, как раз может оказаться так, что вы будете самым первым. Я закончил. Благодарю вас. Вы закончили на такой... Да, нам всем остаётся пища для размышления. Спасибо большое, Камиль. Очень интересно. Вы закончили на такой оптимистичной ноте. Да, к сожалению, мир жесток, и очень часто на нас ставят крест, на наших детях ставят крест, открывают документы, видя диагноз, сразу считают, что это неизлечимо. Но, как мы сами убеждаемся, день за днём в центре Берда, есть выход. Есть выход, и детки выходят в норму. Это чудо. Оно случается здесь, в нашем центре. Напомню... Вы сама об этом рассказывали? Да, это... Я не раз сама. Я являюсь мамой ребёнка, которому в 3,5 года был поставлен диагноз аутизм. И благодаря усилиям центра Берда ВИД, мой ребёнок в норме. И никто не может даже сказать, что когда-то у него был этот серьёзный диагноз. То есть у меня люди спрашивают, даже привыкшие сюда в центр, действительно ли у него был диагноз. Да, это было правда. Специальный диагноз был этот на трансляции? Это было правда. И, к счастью, это всё закончилось. И я хочу забыть об этом, как о страшном сне. Спасибо. Напомню, что завтра, 21 июля, в 9 часов, здесь, в центре, состоится мастер-класс «Исцеляющее искусство», где Камиль продолжит делиться своими мыслями, метами подхода к искусствам и их исцеляющей сущности. И сейчас хотелось бы представить ещё одну участницу сегодняшней конференции. Это Ирена. Она обаятельная, талантливая женщина, сотрудница нашего центра. Это само воплощение музыки. Прошу, проходите сюда к нам. Она фолк-певица, композитор, музыкант, этномузыколог, преподаватель, организатор международных проектов в сфере музыки. Проходите сюда. Член Союза артистов Израиля. Микрофон-то, варень. Расскажите, пожалуйста, о своей работе с детьми. Я себе. Так, что мне делать? Мне сказать погромче в микрофон, тогда там будет тоже слышно, потому что... Всё слышно отлично, все смотрят. Через YouTube уже все пошли. Друзья, добрый всем день. Я очень рада всех видеть. Очень рада знакомству с Давидом и Юсефом, с Юсефой, с Камилем, с Татьяной, с Ириной, со всеми, с кем я сегодня познакомилась онлайн. Валерий, спасибо огромное за такое красивое представление. Я занимаюсь древними певческими практиками. С 15 лет я изучаю древние обряды. И это женская магия, которую я потом воплощала во многих международных проектах, именно как музыкант. Я вам сейчас пою одну из своих любимых песен и для детей, и для взрослых. Когда я провожу концерты, например, концерты медитации, то есть это погружение в особое состояние. Через свой голос я нахожу дорогу к ребёнку, с которым я работаю. Эй, да долина, долинушка, Да долина широкая, Ой, люля, ай, люля, Да долина широкая, Ой, да по тоби долинушка, Да туман и разлегается, Ой, люля, ай, люля, Да туман и разлегается, Ой, всё, все вошли в транс. Я работаю с детьми уже много лет, мой стаж как преподавателя больше 20 лет, а с особенными детьми я работаю последние 4 года. Свою методику я создавала на основе своих компетенций, то есть как композитор я могу сочинить любую мелодию на фортепиано, и я тут же включаю детей в этот процесс интуитивного музицирования. Да, действительно, они начинают играть, глядя на меня, сразу двумя руками, этим мы развиваем левое и правое полушария, мелкую моторику. Как певица я могу разбудить этот вкус к звучанию, и мы можем звучать совместно, мы придумываем попевки, и, как уже хорошо было сказано, действительно, говорение в виде музыки, оно очень здорово работает. То есть любое слово легче даже пропеть, чем проговорить. Я работаю с дикцией, мы можем с детьми, кроме этого, да, прокачивать свои речевые способности. Мои компетенции лежат еще в основе того, что как педагог с большим стажем я понимаю, как бы за что можно зацепить это внимание. То есть моя задача привлечь к себе внимание ребенка, и тогда через этот канал, да, я могу дальше, вот мы можем с ним уже совместно продолжать работу. У нас были такие находки в центре, когда мы придумывали новые нотные системы, потому что ребенку не обязательно запоминать, что такое нота до, ре, ми и фа. И мы вместо них делали абсолютно условные вещи. То есть у нас нота до была лимон, нота ре это были там морковка и так далее. И у нас мелодия составлялась из того, что сыграй, пожалуйста, два лимона, одну свеклу, одну морковку. Две даже, две, да, и один апельсин. И вот тебе ребенок уже играет мелодию, абсолютно не обязательно запоминать название нот. Ему достаточно того, что он понимает, то есть различные эффекты модуляции голосом, имитация звука животных, да, то есть владение голосом, его умение модулировать, низ, верх, середина, это тоже вот входит вот в это вот как бы понятие развития речевого центра и звучащего, да. Я опять-таки сегодня могу дать некоторые рекомендации, мне они всегда помогают, это очень простые советы, они очень эффективные. Да, действительно привлечь внимание можно разными способами, поэтому, например, красная помада у мамы на губах будет привлекать внимание ребенка к его речи, к движениям губ, и это поможет при вот улучшении, да. Точно так же яркий цвет или там синий, любой зеленый на ногтях будет привлекать внимание к вашим рукам, а это значит, что когда вы будете рисовать или играть, это тоже дополнительное внимание. Это все упражнения, которые любят логопеды, щелчки, это все, что мы вытягиваем губы, рисуем круги, как будто бы рисуем круги, восьмерки или еще что-то, это все развивает мелкие мышцы лица, помогает двигательным губам работать. Это все упражнения, которые можете вспомнить или увидеть с дыханием. Это вдох носом, выдох активный, то есть мы вдыхаем, как будто цветы, выдыхаем, как будто бы мы тушим свечи, дети очень любят надувать шары, дуть в флейты дудки, они любят выдувать мыльные пузыри, а этим самым вы прокачиваете правильный вот этот способ, вдох носом, выдох, через губы говорение, через губы говорение с выдохом. Совсем простые вещи, это когда вы с ребенком хлопаете или топаете в определенном ритме, это дает ему возможность развивать свою координацию, развивать слух, развивать ритмику, опять-таки мелкую моторику, координацию всего тела, то есть то, о чем говорят специалисты в сенсорной интеграции, это может быть любой ритмичный танец, просто топание ногами, в каком-то любом ритме, который вы включите, музыку, которую вы включите. Это может быть любой бубен, ударный инструмент, маленький джамбей, по которому ребенок может просто стучать в ритм, и его этот процесс будет увлекать, он будет стараться его сделать лучше, а вы этим самым прокачаете его координацию, ритм, концентрацию внимания и вот эти вот необходимые навыки. Я использую для работы с детьми фортепиано, мой любимый инструмент, где на синтезаторе много различных тембров, и когда дети слышат отдельно тембр скрипки, отдельно тембр симфонического оркестра, барабана, колимбы или еще что-то, это тоже их очень увлекает, привлекает внимание. Не очень любят гаджеты, умеют переключать кнопки, и это дополнительная для них возможность что-то попереключать и послушать, то есть нажать пальцем, послушать, как это будет звучать. То есть это вот все время стимул для того, чтобы он двигался по той какой-то модели, которую мы для него можем предложить. Я придумываю распевки, естественно, я вместе пою. Не всегда ребенок хочет петь со мной, и это понятно. То есть если я привлекла внимание, он хотя бы подошел к инструменту, пока я играю, очень хорошо, я считаю, вот прям первый шаг круто сделан. Потом он может со мной сесть, поиграть, посмотреть, отлично, только тогда я смогу предлагать уже вот со мной функционировать, петь, открывать рот, говорить, проговаривать гласные, например, б, в, да, з, с, м. Причем я это буду делать очень утрированно и стараться с ребенком сделать это максимально утрированно, чтобы если у него это совсем плохо получается, пусть получится лучше, если у него это получается уже неплохо, пусть прокачается еще, особенно в звуках там р-р-р, которые можно продлить. Мы будем использовать обязательно гласные, и мы на них и поем, и говорим. Гласные А, О, Э, причем обязательно я буду показывать их утрированно, чтобы ребенок замечал, что при этом двигаются мышцы лица, двигаются мышцы губ. Как он сможет, так он повторит, но суть в том, что я буду привлекать внимание, и рано или поздно это сработает, у него улучшится это свойство. Да, я буду обязательно придумывать какие-то распевки, когда мы будем вместе пропевать хотя бы «Добрый день», да все, что угодно, все, что он сможет со мной проговорить, мы будем пропевать. При этом мы, естественно, сможем это не только пропевать, но еще и играть, потому что самый крутой способ — это интуитивное музицирование, он очень близок к импровизации, когда не обязательно уметь играть или знать, как ты это делаешь, но звучать, и звучать лучше с учителем своим, который может создать вокруг этого целую атмосферу, такое облако музыкальное, в котором ребенок находится, ему очень комфортно, ему кажется, что он тоже очень круто играет, очень круто создает мелодии или там пение. Вот такой небольшой набор вещей простых, которые можно делать самим, и дома с ребенком можно делать, со специалистом можно делать в группе, как групповое занятие, как индивидуальное занятие. Это два разных жанра, кому-то лучше одно, кому-то другое, где-то лучше совмещать. Завтра мы встречаемся, у нас будет продолжение, и мы с удовольствием покажем, наверное, с Камилем еще какие-то вещи, Камиль так точно рассказывать еще будет. Я работала полтора года, в Центре для детей-инвалидов, реабилитационный государственный центр в Минске. Проект этот был поддержан правительством Швейцарии, как очень важный социальный проект. И у нас там, поскольку работала полтора года, была возможность, дети заезжали на четыре недели, и я приходила раз в неделю, мы занимались, то есть немножко больше, такой длительный был процесс с каждым. Это были групповые занятия. У нас была одна ситуация, зафиксировали медики, когда ребенок, он колясочник, ему очень хотелось, глядя на меня, сыграть. Он как бы забыл, что он не может вставать, он встал с этой коляски. Я не могу сказать, что это потом закрепилось, потому что музыка — это только один из спектов, это же реабилитация, огромный комплекс. Но вот с ним произошло такое. Я наблюдала, когда дети с диагнозами, которые не позволяют им нормально двигать пальцами, двигали пальцами совсем уже по-другому, и совсем, ну, в общем, это было удивительно, они начали двигать, и двигали последовательно, потому что им хотелось играть. Им речь не о том, что они хотят играть, им этот звук безумно нравится, они посмотрели, а, ты делаешь так, значит, ну вот, то есть модель, которая снимается не на уровне конкретных знаний и шагов, как эти знания реализовать, а дети снимают это как модель. То есть он увидел, он каким-то образом понял, он может это повторить, скопировать. Ну, тут как бы неудивительно, мы копируем друг друга, на этом устроится вся наша цивилизация. Вот такие были вещи, да, продвигались хорошо речевые, вот именно на, да, на основе того, что мы умели пропевать гласные, согласные, все вот это утрировано, даже не слова, но вот само говорение, вот такие вещи были. Я хочу еще дополнить, что, можно микрофон, возьму, что Ирена является обладателем многочисленных наград и дипломов за педагогическое мастерство, большой вклад в развитие детского и юношеского творчества. Она обладательница диплома от Евросоюза за вклад в развитие пограничного региона Беларусь-Польша. Также лауреат международного курса в Великобритании за первое место как певица и композитор. В связи с чем, примите наши искренние поздравления. Это случилось две недели назад. Это такое новое событие, ваше новое достижение. Мы вас поздравляем. Очень приятно, что у нас в центре такие люди работают. Я хочу сказать спасибо всем. Валерия, спасибо тебе огромное. Спасибо всем слушателям. Ну что, подводя к концу данную конференцию, хочу сказать, что это только начало. Мы начинаем цикл конференции. посвященные развитию деток, их оздоровлению и выводу их в светлое будущее, в норму. Так что благодарю всех. Властер-классах, которые тоже будут. Да, в которых будут принимать участие прочие специалисты нашего центра и наши гости. Еще раз всем спасибо. Спасибо за участие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова